Добрый день! Сегодня расскажу про старую, но не так давно купленную лонгку от Лан Ла. Называется Кейн Болл Клуб и придумана она лет 10 назад. Но купил ее в этом году. Коробочка без опознавательных знаков, на свежих моделях подписывает название, но здесь такого нет. Но вполне свежая, не мятая, не жухлая, вполне себе современная коробка, только без названий. По окошечку можно подумать, что лонгка перемешана. Я начал снимать видео, не собрав ее. Но если мы откроем, то поймем, что это собранное состояние. Логотипчик Лан Лан с наклейкой здесь, но это больше защитная. И вот такой вот кубик 4х4, вернее его шейпмод. Инструкции естественно нет, это же Лан Лан. Напомню, что несколько месяцев назад я уже рассказывал про кубик, который называла Войт Фишер 4х4, или Ротан Куб, или Ротан Куб. Эти головки очень похожи, купил я их вместе. И только недавно руки дошли пособирать эту версию. Сейчас посмотрим, чем они отличаются. Ну а во-первых, цвета. Здесь одноцветные все центры, можно считать, что их нет. Ребра попарно имеют одинаковый цвет, собирать их не сложно. Но уголки трехцветные. Здесь все физически примерно такое же, кроме уголков. То есть конструктивно, вот ребра, вот центры. А уголки стали одноцветными. Ну и центры стали из четырех цветов, но форму свою не поменяли. На изменились углы. Здесь они трехцветные, здесь одноцветные. А раз они одноцветные, значит ориентировать их не требуется. Но здесь восемь цветов. Я пробовал по-разному собирать подобные головоломки. И понял, что классическая сборка 4х4 здесь не очень эффективна. У меня в коллекции есть еще пара экземпляров подобного типа. Это тоже шейпмоды 4х4. Вот такой вот октаидр. И вот такой многогранник. Тоже по восемь цветов. И с похожим строением. Да, форма, конечно, отличается. Но принцип сборки, мне кажется, будет такой же. Еще не собирал, как пособираю, отдельно видео сниму. Что же здесь интересного? Во-первых, цветов восемь. И все наклейки одного цвета сгруппированы. Как в кубике 2х2 вокруг одного уголка. А вот угол и все фиолетовые наклейки здесь. Оранжевый угол, все оранжевые наклейки здесь. И в собранном состоянии можно считать тот момент, когда мы соберем именно вот эти вот группы одного цвета. Я для себя какую-то последовательность цветов придумал. Не знаю, правильная она или нет. Вот белый, синий, красный, зеленый. Как в кубике рубика. Да? И дальше. Рядом с красным оранжевый. Рядом с зеленым фиолетовый. Рядом с белым серый. Ну и синим и достался желтый. Просто мне так удобно запомнить. Красный и оранжевый противоположные. Белый и серый противоположные. После зеленого мегаминкс фиолетовый. А желтый и синим просто так остались. Это кубик 4х4, поэтому здесь возможны паритеты. Но ребра симметричные, поэтому ОЛ-паритет здесь теряет смысл. Мы его просто не заметим. А вот ПЛ-паритет возможен. И его проще, наверное, заранее избежать, чем решить. Хотя вот я еще не попробовал. Но вероятно алгоритм из мастер-морфикса 4х4 здесь должен сработать. Потому что есть одинаковые центры. Можно их использовать. Но это как раз тот тип головоломок, где проще, наверное, предотвратить. Вращение, как у древних четверок. Слегка заедает, но вращается. Кейн-болл. Мяч. Какой-то. Не знаю, на слуху ли у вас это название. Но у меня не очень. Ну пусть будет такое. Изначально хочется, как в простом 4х4, собирать центры по цветам. Например, возьмем вот белый. Еще белый. Есть у нас. Есть еще два белых. И собрать их как-нибудь вот так. Да, только четвертого элемента белого мы не найдем. Да, потому что расцветка у нас не такая. И белых должно быть всего три. Поэтому центры надо собирать не так. Ну, тот вариант, который я сейчас покажу. Войдем. Надо собирать не так. А вот так. То есть на одном вот этом угловом блоке три белых центра. На любом другом три других цвета должно быть. Если здесь есть где-то. К примеру, вот желтый-желтый. И вот сюда нужно еще один желтый. Тут не очень удобно. Делаем вот так. Тоже не очень. Вот так. Вот у нас три белых, три желтых. Но осталось повторить еще шесть раз. Хотя так легко уже не получится. Но еще пару раз получится. Потом будет уже посложней. Фиолетовый, фиолетовый. И сюда нужен еще один фиолетовый. Поищем. Он где-то здесь. Вот два фиолетовых. И сюда нужен третий. Просто подворачиваем. Вот три фиолетовых. Получилось уже раз, два, три. Три угловых сегмента со своими центрами. Дальше. Вот здесь вот два серых я вижу. И можно вот этот еще один серый добавить. С моего вот так вот. Не так. Что-нибудь более удобно. Здесь серый-серый. Чтобы не сломать. Нам нужно каким-то образом вот этот край поместить вот сюда. Ну, можем повернуть так. Повернуть так. И вот так. Получилось вот они два на серых здесь. Снизу все цело. И серый вот этот просто наверх поднимем. Каким-то произвольным способом. Так. Ну, желательно желтый не ломать. Временно повернем вот так. Так, так, так. Ну, и желтый вернем на месте. И все. Вот, получился серый. Его поставим к первым четырем. Ну, как два на два. Вот получилось, что мы нижний ряд, а четыре угловые группы собрали по три центра. Ну, а теперь нужно собрать дальше. Удобно собрать вот эти сначала. Нижний, а верхний оставить под конец, чтобы предотвратить пилый паритет. Для этого мы что сделаем? Посмотрим, что есть. Вот здесь два зеленых. Неплохо. Есть два красных, кажется, было вот здесь. Ну, было бы разумно их развернуть. Можно пиф-пафами. То есть у нас как бы это восьмерочка получилось, да? Сделаем восьмерку. Ой, лоо. Так, если я здесь ничего не сломал. Желтый. Серый. Фиолетовый. А, что-то сломал. Сейчас починим. Вот у нас красный перевернулся. Можно использовать какие-то еще алгоритмы. К примеру, рыбку. Р, У, Р штрих, У, Р, О2, Р штрих. Что нам это дало? Синий вот так, красный вот так. Ну и ладно. Как же делать остальное? Допустим, вот здесь нужно оранжевый, либо зеленый. То есть, либо сюда зеленый, либо сюда оранжевый. Что удобно. Например, вот здесь оранжевый. Его можно поставить вот сюда. Каким образом? Используем три цикла из кубоидов, ну и из многих других вещей. Делаем Р, У штрих, Л штрих, У, Р штрих, У штрих, Л, У. И у нас получилась такая перестановка. Отсюда, сюда, отсюда, сюда, отсюда, сюда. А нам и нужно было сюда оранжевый. А здесь вот зеленый и красный. Но красный вроде был уже, да? То есть, по-хорошему, сюда нужно зеленый поставить. Опять отсюда зеленый, легко переставляется сюда. Ну а синий нам тут. А, синий хорошо бы не портить. Тогда можем перехватить вот эту верхнюю грань. Сделаем вот так. И вот на это место поставим зеленый. Повернем таким образом. А этот пойдет сюда, этот сюда, этот сюда. Р, У штрих, Л штрих, У. Р штрих, У штрих, Л, У. Главное потом отменить дополнительное движение. Что получилось? Два оранжевых, два красных, два синих, два зеленых. Хорошо. И сверху пока у нас ничего тут не совпало. То есть, вот, к двум красным должен быть вот здесь, у красной. Но мы сильно не переживаем над тем. Сейчас, вот в таком состоянии, очень полезно расставить вот эти одноцветные уголки. Их ориентация сейчас не важна, поэтому делать это несложно. Вот здесь белая группа. Мы сюда поставим белый уголок. Для этого делаем вот нехитрый пиф-паф. А, белый к белому встал. Дальше, снизу этот есть желтый. Поставим его вниз. Серый. Поставим сюда. Вот кажется, что фиолетовый красиво стоит, но ориентируется над на центры. Так. Что еще снизу? Фиолетовый нужен. Так. И получилось у нас четыре нижних угла. Стает уже хорошо. Желтый с желтым. Фиолетовый с фиолетовым. Белый с белым. Серый с серым. Дальше смотрим. Нужно наверху расставить. Вот красный. Сюда нужен красный. А тут не красный. Просто возьмем и повернем. Красный. Если у нас угол стоит один на месте, вот среди красных всех, то три остальных должны либо тоже на местах стоять, либо не стоять. Не должно быть такого, что на месте будет два угла. Смотрим. Оранжевый, оранжевый. Тут зеленый. Нормально. Зеленый, зеленый. Тут синий. Нормально. Синий, синий, оранжевый. Нормально. То есть получается один на месте, а три нет. Если мы сейчас расставим уголки и потом соберем центры в том порядке, что углы собрались, то будет все хорошо и паритета не будет. Но если мы возьмем, сделаем, к примеру, вот так. Зеленый, зеленый совпадает. Синий, синий совпадает. И кажется, вот здесь вот все синее, тут все зеленое, как отлично. Но, но, оранжевый на красном месте и красный на оранжевом месте. То есть, по идее, нужно переставить два угла. А это и есть паритет. Если мы в таком порядке соберем центры, то будет паритет и на собранном кубике будет его не очень легко решать. Поэтому я верну обратно, где у меня только красный стоит на месте, а остальные переставлю. Причем можно использовать алгоритмы PLL, либо тот же самый алгоритм, который я использовал для перестановки центров. Только вращать будем крайние слои. R U' L' U R' U' L' U Смотрим. Оранжевый, оранжевый. Красный, красный. Синий, синий. Зеленый, зеленый. Все углы на местах. И правильно стоит из всех у нас только красный центр. Остальные нужно переставить. Как же мы это сделаем? Опять же при помощи того же трицикла. Но будем использовать центры того же цвета, что уже есть. Вот сюда нужно поставить синий. Мы можем взять вот этот оранжевый, поставить, к примеру, на место вот этого. И синий сдвинется на соседний. Сделаем это как? Развернем вот здесь вот двойным движением. И вот этот поставим вот так. И главное потом не забыть, что отменить. Сделаем зеркально. Тот же самый трицикл. С левой стороны начинаем. Углы сейчас будут перемешиваться, но это уже не важно. л-у-р-у-штрих. Л-у-р-у-штрих. Мы доворачиваем, чтобы отменить этот затопнов. И здесь двойной. Что получаем? Красный на месте, синий на месте. Все хорошо. Вот синий уголок отсюда ушел. Можно было крутить средние свои. Да, и тогда уголки оставались бы на местах. Но они все равно потом уйдут. Свою роль они пока сыграли. Потому что будем собирать ребра, они все равно разбегутся. Что осталось? Поменять зеленый и оранжевый местами. Для этого нам нужен либо зеленый, либо оранжевый центр на стороне. Любой из них тут есть. Сделаем стопнов у-2. Зеленый ставим на место зеленого. Этот зеленый идет сюда, а этот оранжевый идет сюда. Р-у-штрих. Л-штрих. У-штрих. У-штрих. Л-у. Ну и смотрим. Что у нас здесь нужно вернуть. И получается у нас вот такие вот конструкции все готовы. То есть на этом этапе мы собрали все центры в нужном порядке. Вот так вот теперь мы можем вращать спокойно. У нас уже ломаться не будет. Дальше нужно собирать ребра таким образом, чтобы центры не сдвинулись. Причем, вот кажется, желтый-желтый. Собранное ребро. Но нам желто-желтое ребро не нужно. Нам нужно, чтобы между красными центром стояло красное ребро. Между серыми центрами серое ребро. И как это можно сделать? Ближайшее красное либо серое. Вот красное и серое. Можем делать так вот. Раз, два, три, четыре. Как на пирамидке. Получается красное встало и серое встало. И это хорошо. Главное, чтобы у нас не разбегались центры. Делать движения возвратные. Различные пиф-пафы. Алгоритмы из пирамидок. Все здесь работает. Дальше вот. Бело-оранжевое есть. Мы можем объединить белый и оранжевый вместе. Вот так вот. Белый и оранжевый. И сюда его куда-нибудь поближе подвести. Так, у нас сверху белый. Поэтому сделаем setup move. Его потом отменить надо будет. Тут такой вот пиф-паф. И setup move отменяем. Всегда следим, чтобы центры не разбегались. Вот еще пара элементов встали на места. Вот есть белый-синий. Стоит наоборот. Да, главное помнить, когда у нас будет уже много собранных, некоторые наши алгоритмы будут разрушать собранные. И если нужно вот чисто развернуть, то проще использовать алгоритм из пирамидки, который разворачивает вот это и вот это ребра. Можно, к примеру, сюда подогнать что-нибудь такое, чтобы было бы полезно, либо не страшно. Есть у нас такое. Вот. Если мы развернем синий сюда, фиолетовый сюда, то будет польза. Развернутся два вот этих. Делаем пиф-паф. Отводим назад. Поднимаем слева. Возвращаем. Возвращаем. И вот у нас развернулось это, развернулось это, остальное не сломалось. Если кто-то не узнал, это вот такая комбинация из классической пирамидки. Пиф-паф. Отводим назад. Поднимаем. Возвращаем. Возвращаем. Разворачиваются два вот этих ребра. Комбинируя различные приемы, мы можем собирать, пока у нас, ну, не начнет перемешиваться то, что уже собрано. К примеру, вот сейчас можно развернуть вот это. Одна желтая встанет. И вот здесь вот не сломается, но можно, наверное, какую-то пользу извлечь. Не с этим. Вот. Желтый сюда встанет, оранжевый куда-то. Разворачиваем два вот этих. Тем же алгоритмом. Немножко клинит кубик, но ничего страшного. Вот, да, желтый-желтый. Неплохо. Далее. Это бесполезная перестановка. Тоже. Нужно какую-то пользу. Вот у нас есть оранжевый. То есть я спокойно вращаю как два на два, у меня ничего не сломается. Оранжевый можно сюда поставить. Здесь сломается, здесь сломается. Здесь уже совсем красиво. То есть не очень. Есть ли у нас еще свободный оранжевый? Вот так. У нас здесь. Ну, здесь, по крайней мере, хуже не станет. А оранжевый поставим. Это тоже допустимо. То есть здесь оранжевый стал, а здесь ничего не поменялось. Ну и в скором времени у нас свободных конструкций таких останется совсем мало. То есть вот. Можем менять вот эти. Но здесь не очень. Попробуем как-нибудь здесь что-то свободное. Вот. Зеленое сюда, серое сюда, красное сюда, серое сюда. То есть два даже соберутся. И это хорошо. Делаем. Как на вулкана Куб. Похожий принцип. Так. Хорошо. Это хорошо. Дальше. Серый-серый. Много серого. Но здесь все хорошо. Здесь. Здесь не станет хуже. То есть серый соберем, а здесь хуже не будет. Так. Ну смотрим, что у нас тут еще есть. Синий. Синий с белым. Но здесь всего много. А здесь опять хуже не станет. Можно в принципе поменять. Главное не ошибиться. Так. Вот уже синий уголок и весь собран. Оранжевый есть у нас. Вот. И вот этот фиолетовый мы уже несколько раз использовали. То есть вот двойной. чтобы хуже не становилось, а здесь что-то собиралось. То есть можно этот и этот опять развернуть. Оранжевый собран. Красный, зеленый. Так. Это поменяем. Здесь все собрано. Здесь. Ну если бы какой-то зеленый сюда подвернем, чтобы не ломалось. а двойной можно использовать. Так. Отменю. Что-то заклинило. Проверю, все ли в порядке. Да. Начинаю заново. Так. Красный собрался. С углом даже. Что еще? Вот этот зеленый, серый. То есть просто вращая как два на два, можно разными сторонами их подводить. Здесь слишком хорошо. И здесь хорошо. Не получится. Что у нас еще есть? Вот фиолетово-желтый. Если здесь желтый и фиолетовый. Ну, наверное, время пришло, да? А еще где-то белый должен быть. Тут вот фиолетовый. Где-то лишний белый. Вот лишний белый. Наверное, что-то еще можно сделать, мне кажется. Сейчас я попробую. Если нет, то будем переходить к другому алгоритму. Вот так хорошо. Так. Третьего желтого нет. Если мы сюда вот фиолетовый поставим, а это возможно. Вот. То есть мы вот эти два собираем, а тут не ломается. Так. Хорошо сделалось. Здесь фиолетовый, белый. зеленый. И зеленый тоже должен быть не собран. Просто поближе их поставлю, чтобы понаблюдать. Что у нас получается? Зеленый можно поставить, но здесь заменить не на что. здесь можно поставить ничего хорошего. Серый. Но, наверное, хватит. Осталось всего четыре элемента. И когда вот подобная ситуация, либо можно с самым началом, есть алгоритм, очень похожий на исходные трициклы, который дает нам некое перемещение. А именно, вот этот элемент переходит сюда, этот сюда, а этот сюда. Если мы сейчас аккуратно расставим, то при его помощи что-то получится. Так. Зеленый вот здесь. Отсюда. Перейдет сюда. Не пойдет. Давайте с белого начнем. Он поудобнее стоит немножко. Получается, этот белый сюда, зеленый перейдет сюда, а этот белый сюда. Нет, не этого я хотел. Надо по-другому. Надо, чтобы развернулась вот этот уголок другой стороной. Вот такой. То есть белый идет сюда, становится на белое место. Этот белый переходит сюда, собирает полностью белое, а зеленый, ну, на фиолетовом останется. Логоритм, как я сказал, очень похож, выглядит таким образом. Мы вращаем правый внутренний слой и делаем у штрих. А вместо левого слоя мы будем правый внешний вращать. А движение очень похоже. Если я сейчас не ошибусь. то есть R внутреннее, U штрих, R внешнее, U. R внутреннее, назад, U штрих, R внешнее, U. Что получилось? Белый собрался, зеленый перешел сюда. Осталось нам повторить эту процедуру. Вот у нас не хватает одного, мы должны вот этот фиолетовый поставить на место другого фиолетового и зеленый перейдет тогда на серый. А значит, у нас положение должно быть вот такое. То есть на это место ставим отсюда сюда, а вот этот мы должны поставить вниз. Так, только с другой стороны. Вот таким образом. делаем то же самое. Получается, мы всю голову собираем практически одним трициклом, но вот немножко меняются слои, которые нужно вращать. Это сюда, этот сюда, этот сюда. Внутренний U штрих, внешний U. Внутренний назад U штрих, внешний назад U. Фиолетовый собрался, зеленый здесь. Ну и осталось два последних. Серый уже стоит удобно. Просто повторяем процедуру. Внутренний U штрих, внешний U. Внутренний назад U штрих, внешний назад U. алгоритм придумал сам, но, конечно, вдохновлялся решением, которое я где-то увидел. Оно было не такое красивое, как мне кажется, а я оптимизировал. В итоге у нас собраны все блоки, кроме уголков. Если мы на этапе предотвращения паритета не ошиблись, то сейчас все остальные уголки встанут как надо. Прямо перемещать мы их можем как при помощи PLL. Уже пипав мне не надо, будут ребра разворачиваться. Либо PLL треугольник из метода для начинающих для 3х3, либо тот же самый трицикл, который мы используем всю сборку. Белый пойдет сюда, желтый сюда, просто возьмем сюда желтый поставим. Белый сюда, желтый сюда, красный останется на месте. R U штрих, L штрих, U, R штрих, U штрих, L, U. Вот у нас три уголка собрались, надо собрать еще хотя бы один, и в 1.3 цикла все решится. Здесь, а, вот один собран, поставим его просто вниз. А, в один не решится, да? Ну сделаем просто какой-то, сейчас уголки переставятся, и неужели у нас паритет все-таки? А, все нормально, я панику раньше времени развел. делаем тот же самый алгоритм. Я просто забыл, что этот уголок на месте остается. Вот у нас один собрался, и еще мы можем в обратную сторону сделать рецикл, вот этот будет на месте, а эти соберутся. ль штрих у р у штрих л у р штрих у штрих вот, собралось, и теперь, ну это можно уже считать собранным состоянием, а после, при желании, можно еще расставить в нужной последовательности, если сильно хочется. Как я говорил, белый, синий, красный, зеленый, смотрим, что с другой стороны, белый, серый, синий, желтый, красный, где должен быть оранжевый, а фиолетый должен быть здесь. Здесь можно просто сделать какой-нибудь тперм, если по диагонали нужно переставить, можно сделать f, пиф-паф, f' потому что ориентация элементов не важна, а вот тут можно просто делать тперм как для 2 на 2. r u r' u r' f r2 u r' u r' u r' f' и вот. Если вам нужна какая-то другая последовательность, то ее также легко сделать. Нижний слой собираем как нравится, сверху делаем совпадение одного или двух уголков, это возможно всегда, переставить вот так тперм, переставить вот так, ну, можно копье сделать, либо фронт, пиф-паф, фронт, штрих, и все будет хорошо. Вот такая вот интересная головоломка собирается вот таким вот способом удобнее, чем классическим способом для шейп-модов, и мне понравилось. Старая, 10 лет головоломки, и есть интерес, ну, просто кто-то, наверное, раньше ее пособирал, но у меня руки дошли только сейчас. Сейчас новинок новых выходит мало, интересных, поэтому постепенно старые головоломки свои, которые еще не перемешивал, изучаю. Пишите в комментариях, как собираете подобное вы, а на этом все, всем спасибо, всем пока.